Грибной патоген крифонектрия порождает крифонектриевый некроз. Говоря простым языком, это рак каштанового дерева. А происходит это так. Споры этого вредоносного грибка попадают в ствол и в ветви дерева через мельчайшие повреждения растительных тканей, распространяясь под корой, что вызывает гибель отдельных участков растения, а позже и гибель всего дерева. Общеизвестный факт, что в настоящее время каштановые леса Абхазии болеют. И это происходит не только у нас, но и по всему ареалу произрастания этих деревьев. Как спасти каштановые деревья Абхазии? Решением этой проблемы на протяжении нескольких лет активно занимаются абхазские экологи. Самый важный шаг в этом деле – открытие в Институте экологии, лаборатории биоиндикации и гимикологии, где теперь можно проводить исследования болезней каштановых деревьев. В данной лаборатории мы провели такие исследования. Мы выделили гриповерлентные штаммы, смогли их размножить и провели первые опыты по прививке каштановых деревьев. Мы проводили их в Абнелосе, это Абхазская научная весная опытная станция в Ачимчире и в Сухумском районе. Специалисты института объяснили, как это происходило. Нами были выращены гиповерлентные штаммы крифонектрии паразитика и в дальнейшем они были размножены, скажем так. Затем мы из них готовили пасту. Этой пастой мы, соответственно, замазывали пораженные участки коры каштана, высверливались отверстия, туда замазывалась паста и затем это все закрывалось корой. Говоря простым языком, для каштановых деревьев была создана вакцина, которые им привили. Результаты этих работ экологи ожидают увидеть весной. Создание лаборатории стало возможным благодаря активной работе специалистов Института экологии Абхазии при поддержке Европейского Союза, а также продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В вопросе спасения каштановых деревьев был изучен опыт борьбы других стран с вредителем. Материалы были отправлены специалистам в Швейцарию. Наши коллеги из Федерального института леса Швейцарии изучили этот материал и обнаружили гиповирулентные штаммы, которые выслали нам. И нам удалось на протяжении последних двух месяцев работать над детям. И эти гиповирулентные штаммы были предветы деревьям. Идея открыть подобную лабораторию в Абхазии возникла 4 года назад. Однако только сейчас удалось свести все силы и возможности и осуществить задуманное. Для работы в лаборатории были подготовлены специалисты. Благодаря также поддержке ФАО, а также коллег из научно-исследовательского института карантина растений в Москве мы получили возможность подготовки наших специалистов, которые обучились методикам. И таким образом надо еще отметить, что все сотрудники лаборатории являются выпускниками Абхазского государственного университета. Тема сохранения каштановых лесов в Абхазии стоит остро. Этим вопросом активно занимаются и в Абхазском государственном музее. Большое внимание изучению этой проблемы уделяет заведующая отделом естественной истории музея Таисия Алания. В этом году каштановым деревьям была посвящена выставка, где были представлены блюда из каштана и каштановые изделия ручной работы. А раньше из каштана даже строили дома, которые до сих пор сохранились в Абхазии. Таисия Алания и ее коллеги смогли обратить внимание общественности на проблему, которая во многом возникла в результате неразумной хозяйственной деятельности человека. Люди вырубали лес нещадно и все это вызывало распространение болезни. В последние годы к нам попала каштановая орехотворка, еще один вредитель, который наносит очень серьезный ущерб. каштановым насаждением. Ситуация действительно серьезная. Ну вот сейчас институт экологии занимается очень серьезно этой проблемой. В будущем лаборатория планирует расширить свои возможности, чтобы спасать растения не только от крифонектриевого некроза, но и от других губительных заболеваний.